Ну, неудивительно, что принудительная инвалидизация такого количества людей вызывает все больше и больше вопросов у российского общества. Вот, в частности, накануне анонсированной прямой линии с президентом Российской Федерации Путиным, россиян больше всего интересует вопрос, когда и чем закончится война с Украиной. Это результаты соцопроса «Левада-центр», проведенного не так давно. Обсудим эти результаты для начала с политологом Петром Олесчуком, который присоединяется к нашему эфиру. Петр, здравствуйте. Добрый вечер, Петр. Здравствуйте. Петр, как вы считаете, во-первых, очень, конечно, так смущает, а почему эти цифры, озвученные «Левадой-центром», стали достоянием общественности? В стране, где и муха, наверное, не имеет права на выражение собственного какого-то мнения. Для чего Кремль их озвучил? Если эта муха не вылетела из бункера. Вы понимаете, я думаю, что, собственно говоря, любые подобные цифры, их можно в руках опытных кремлевских пропагандистов трактовать по-разному. И, опять-таки, сейчас, в целом, если анализировать российскую пропагандистскую доктрину, то она сводится к тому, что, собственно говоря, и сам Путин, и многие из его окружения постоянно говорят, «Ну, как бы мы готовы, давайте начинать переговоры», «Украинская сторона не хочет переговоров» и тому подобное. То есть, в целом, я думаю, что они могут использовать эти цифры для того, чтобы показывать, смотрите, вот как бы мы не хотим воевать, но это Украина не хочет переговоров и тому подобное. Наверное, им это нужно для продвижения собственной доктрины среди многочисленных потенциальных партнеров России, в Африке, в Азии, которые, наверное, не очень довольны тем, что война продолжается. И, собственно говоря, они эту доктрину, то, что они, являясь агрессором, постоянно пытаются переложить ответственность за войну на других, они, в принципе, эту доктрину продолжают уже очень и очень долго. А знаете, что я хочу еще спросить в контексте этого вопроса? Вот ведь тут, если отталкиваться от данных Левады-центр, 8% всего лишь россиян интересуются вопросами пенсии, когда они будут жить нормально, 7% волнуют низкие зарплаты и вопрос, когда поднимется уровень жизни, и 6% ну то есть мизер. Хотели бы спросить, когда диктатор, собственно, уйдет на пенсию. Но ведь, понимаете, в чем дело? Путин-то сейчас активно разгоняет несколько другую тему, не войну, а борьбу с ЛГБТ-движением. И мы это тоже обсуждали в эфирах, что он выбрал отреченную от войны абсолютно тему полярную, чтобы не связывать свою избирательную кампанию с негативом. Успехов на фронте нет, значит, будем бороться с геями, ну, грубо говоря. А тут вот такие данные, что, оказывается, людей интересует все-таки война. Как вот этот вброс произошел? Ведь мы понимаем, что Левада-центр вряд ли имеет возможность функционировать автономно, независимо от Кремля. Что думаете? Я думаю, что здесь даже не то, что имеет, не имеет возможность функционировать автономно от Кремля, но просто там сейчас уровень репрессий доведен до такого масштаба, когда, ну, собственно говоря, человека могут посадить, например, за репост в социальных сетях. И в этой ситуации думать о том, что кто-то позволит публиковать какие-то данные, если эти данные как-то вот очень неприятны для власти, и при этом не понести за это ответственность, ну, честно говоря, в это не верится, лично мне. Так что, да, ну, наверное, это каким-то образом, по крайней мере, было санкционировано. Ну, и, наверное, опять-таки, это, знаете, отражение определенных настроений, которые объективно в обществе существуют, ну, это, знаете, наверное, демонстрация того, что власть держит руку на пульсе общества, что, как бы, власть, она не оторвана от реальности, власть, она за всем этим следит. И, наверняка, на прямой линии Путина этот вопрос будет поднят, и он какой-то ответ на него даст. Скорее всего, что-то в ключе того, что нас вынуждают, нам просто не оставляют другого варианта, но мы все равно всех победим. Вот приблизительно такой ответ будет. Ну, потому что не как-то его полностью этот вопрос обойти, но это было бы настолько странно даже для нынешней России, что, наверное, все это каким-то образом будет озвучено. Но для того, чтобы его озвучить, нужно предварительно, вот, скажем так, подать определенную проблему, а потом сформулировать ответ на эту проблему в таком наиболее нужном и выгодном для российской власти ключе. Понятно. Ну, параллельно у него вот такое ощущение, что проблемы, связанные с войной, они, наконец-то, начали накапливаться в российском обществе. Нельзя не вспомнить протесты робкие, да, конечно, еще стоя на коленях поднимают голову российские женщины, родственницы мобилизованных. Как вы думаете, есть ли потенциал у этого движения? Думают ли об этом в Кремле? То, что они его боятся, это видно. Они пытаются подкупать, через раз у них это выходит, кого-то они пытаются запугать. Что из этого может вырасти? Ну, видите, это фактически на данный момент единственное полулегальное в России антивоенное движение. Потому что, в принципе, антивоенное движение там вышел с плакатом, тебя повязали, задержали, посадили. Вот, собственно говоря, такая была логика. А здесь такого не происходит. Ну, потому что, как бы, все понимают, что это будет выглядеть для общества очень плохо. Опять-таки, даже для России, если, например, там будут паковать и вязать, например, жены матерей мобилизированных. И это очень будет плохо с точки зрения поддержания боевого духа. Поэтому, действительно, они пытаются избегать в этой ситуации прямых силовых методов, действовать непрямо, действовать какими-то другими способами. Пока более-менее работает, ну, если это движение будет нарастать, то тогда они действительно станут перед довольно-таки серьезной проблемой, что с этим делать. И поэтому, опять-таки, они, видимо, и не могут полностью вот это все стереть и игнорировать, и полностью создать альтернативную реальность, где этого нет. То есть, видимо, они пытаются, это, знаете, опять-таки, довольно-таки древняя кремлевская тактика, управлять подобными проблемами. То есть, вот, управлять проблемами, например, в контексте создания каких-либо организаций, которые бы подчинялись официальной доктрине и шли в ее, опять-таки, контексте. То есть, вот я думаю, что они будут пытаться этой проблемой управлять, то есть, каким-то образом канализировать, направлять в необходимом ключе и русле. И, опять-таки, я думаю, что мы по этому вопросу что-то услышим от самого Путина на прямой линии. Ну, потому что, опять-таки, есть определенный запрос, значит, какой-то ответ будет. Скорее всего, он будет довольно-таки странным, он наверняка будет. Да, интересно. Это показатель того, что все-таки есть определенные вопросы, которых полностью они не могут игнорировать и полностью не могут подавлять исключительно силовыми методами. А может этим женским движением, его зачатками, управлять кто-то другой, не из Кремля, взять в свои руки, например, какие-то олигархи, которые заинтересованы в смене режима, грубо говоря? Мы понимаем, что второго Пригожина пока нет, наверное. Вот вы правильно упомянули Пригожина. Это, собственно говоря, опять-таки, одна из главных стратегий Путина и путинского режима. Превентивно убирать любых тем или иным образом, кто даже теоретически мог бы претендовать на некое лидерство, оставляя на поверхности только каких-то смешных или не смешных клоунов вроде нынешней официальной оппозиции от Зюганова и до Явлинского. То есть вот любого, кто хоть как-то мог бы на что-то претендовать, они стараются убирать сразу. И особенно после Пригожинского мятежа, и особенно после этого они ко всему этому относятся очень-очень серьезно. Поэтому здесь прогнозировать что-то очень сложно. С одной стороны, зачистка настолько тотальная политическое пространство, она, конечно, укрепляет режим. Но с другой стороны, если ты не оставляешь никаких возможностей для существования какой-либо контролируемой тобой альтернативы, не такой клоунской, как у них сейчас, а какой-то более-менее реальной, чтобы общество ее ощущало более-менее реальной, но это делает общественные процессы несколько более неконтролируемые и может позволить подобным каким-либо лидерам возникать очень и очень стремительно. Здесь мы можем опять-таки вспомнить аналогии столетней давности, революция и как тогда мгновенно появились самые разные личности, которые возникали как бы из ниоткуда. Многие исчезали через некоторое время в никуда. Все эти многочисленные депутаты, комиссары, атаманы и тому подобное. Но, тем не менее, это тоже опять-таки результат того, что общество, в котором длительное время все было жестко контролируемо методами репрессий, внезапно оказалось в другой ситуации, в других условиях. Поэтому, ну, пока что да, пока что просто они зачищают тупо абсолютно всех, кто даже теоретически мог бы что-то возглавить. К чему это приведет, мы не знаем. Ну, вот понимаете, постоянное закручивание гаек на фоне повышения давления в аппарате, оно может приводить к взрывоопасным последствиям. Но мы не можем с вами сказать, когда это может привести. Завтра, послезавтра, через год или через полтора, например. Петр, хочу, возможно, если успеем два вопроса коротко обсудить. Смотрите, мы российской оппозиции ставим часто вопрос, стоит ли на выборы идти или нет. Но поскольку они отчасти интересанты, то вот они делятся на два лагеря. Условно, Максим Кац говорит, обязательно идти, надо показать системе, что все против. Условно, Марк Фейкин говорит, не надо в этом цирке участвовать. Вот вы, как более объективный наблюдатель, который не является частью российской оппозиции, как считаете, вот такое мероприятие, которое в России будет проходить под названием выборы, надо в нем принимать участие, оно может как-то повлиять на ухудшение позиции режима Путина или нет? Сами по себе выборы нет. Их участие в них или не участие тоже, просто потому, что это определенный ритуал, который будет проходить по заведенным правилам, и там какие-либо возможности для альтернативных сценариев просто не допускаются. И я уже говорил о зачистке пространства. Любой человек, хоть как-то теоретически, который, даже голосование за которого может быть воспринято как какая-то оппозиционность, их просто не допустят теми или иными методами. Голоса посчитают так, как нужно, внесут протоколы так, как нужно, покажут единство Путина и народа. Я, честно говоря, думал бы более, знаете, у каких-либо неклассических, необычных методов действия в этой ситуации, просто потому, что российский режим, он очень опытный, он очень продуманный, он очень, скажем так, целенаправленный. Ну, это очень серьезные противники, и не нужно думать, что его как-то можно легко обыграть. У этого режима все-таки большинство шагов просчитано. Поэтому здесь какие-то нужны совершенно нетривиальные методы, а какие, я не могу придумать, потому что я не в этой ситуации, не в этом обществе. Но я, честно говоря, личное мое мнение, что участие или неучастие в выборах, их вообще ни на что абсолютно не повлияет, и никак совершенно на ситуацию не повлияет. Спасибо. А вот как это будет развиваться, мне сказать довольно сложно. Хочу вам еще один тогда вопрос поставить, если позволите. В Сербии появился филиал движения Медведчука, который возглавил сторонник агрессии Российской Федерации в этой республике. Значит, напомню, что в 2023 году была организация «Другая Украина», создана вот как раз в Сербии, и ее возглавил Медведчук. Честно говоря, я это читаю и удивляюсь. Неужели Путин отправил своего кума, значит, с Украины не вышло? Иди на другой аутсорс, попробуй себя. Или как это выглядит? И чего ожидать, получается, сейчас от Сербии? Ну, ведь очевидно, чем будет заниматься там Медведчук. Что вы думаете об этом проекте? Я думаю, что это осваивание денег. То есть, ну, на самом деле, я, честно говоря, очень полностью приветствую то, что таких людей, как Медведчук, они и далее пытаются нам каким-то образом проталкивать. Пускай пытаются, тратят на это деньги. Чем больше денег они потратят на Медведчука, тем меньше они, например, потратят на снаряды в Северной Корее. Так что я это полностью приветствую. Ну, это же надо так верить в этого человека, который, грубо говоря, тебе облажал полностью политическую сторону полного штабного вторжения. Согласитесь. Знаете, я думаю, здесь два момента. Первый момент. Они до сих пор считают, что вот Украина, ну, поскольку ее как бы не существует, это все выдумки. Ну, понятно. Ленина и англосаксов, там, соответственно, париться не нужно, там сильно, скажем так, углубляться не нужно. Вот кого назначат, тот и будет. Я здесь решаю. Вот Медведчук, значит, это мой товарищ, значит, он здесь будет, я это сказал. Вот сколько нужно, столько и потратим. Вот, знаете, просто встал в позу, встали в позу. Вот такая вот принципиальная позиция. Вот. И, наверное, это неплохо. Потому что если бы они искали кого-то более, скажем так, адекватного, ну, наверное, это было бы не очень хорошо. А если они делают ставку на таких, как Медведчук, ну, прекрасно, пусть делают, тратят на это деньги. Там, у Медведчука новая яхта, может быть, появится где-то. Вот, собственно говоря, и все. Ну, да. Там сделали ставку на Киву, там на Медведчука. Виктор Медведчук, любимые грабли Путина. Кто вы слоган? Спасибо вам огромное. Политолог Петр Олещук присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.